У Гродня лепших работников Галины узнагородили юбилейным медалем 100 год органам Гандлю Беларуси. Гоноровый знак установленный указом президента. Его удостоиваются работники сферы, которые унесли значный вклад в развитие Галины. Горочистая церемония до векового юбилея органов Гандлю, который в Беларуси будет означаться 28 апреля, отбылась в Гродинской областной филармонии. Гандлевая Галина – важный и неотъемный складальник экономики, драйвер ее развития, отстанной кой залежит якость жития грамадян. Сегодня в Гродинском регионе працует 55 тысяч работников Гандлю, которые что-то дня выращают важнейшие задачи в обеспечении товарного рынка широким ассортиментом, а покупников – примальным узровнем цен и якостными послугами. У якости приоритетов вызначены дальнейшее развитие сеток магазинов, повышение узровню обслуговывания насилиства городов и особенно сельской местности. В это время отрасль поступательно двигалась вперед. За своим покупателем, за его потребностями, за его инициативой мы от счет вышли на компьютерные системы, а торговли через прилавок сегодня имеем маркетплейсы и магазины самообслуживания. От дефицита до изобилия товаров на полке. Сегодня наша основная цель – это доступные цены на этот широкий ассортимент товаров. Второе место на протяжении ряда лет уже заслуженно занимает ВВП нашей страны. Это очень серьезный результат. Я думаю, что он достигнут именно руками тех, кто сегодня будет присутствовать в этом зале, кто безотрывно от производства занимается сегодня своим ежедневным кропотливым трудом. Перед торговлей всегда стоят очень амбициозные цели, но их диктует покупатель. Сказать, что развиваемся в одну сторону, ну, наверное, так бы не сказали. Да, форсированы, семимильными шагами развивается электронная торговля. Но это не значит, что торговля стационарная приостановилась в своем развитии, либо как-то уступила. Нет. У каждого покупателя свои приоритеты. И кто-то переключился на интернет-ресурсы и не видит даже необходимости посещения тех или иных объектов. А другие покупатели привыкли к стационарному объекту и готовы туда прийти. Но, наверное, самое пристальное внимание и со стороны государства, и, конечно, нас как государственного органа, это торговля на селе. Торговля там, где не всегда выгодно, где низкомаржинальные маршруты автомагазинов, где недостаточное количество людей для того, чтобы получить хорошую выручку и товарооборот. Прерывная профессия, без которой ни в какие года, века, времена и этапы человечество просто не могло. Вы честные, справедливые, неподкупные, заботливые, добрые, настоящий образец, вот как служить людям. Если глянуться назад и посмотреть, какой путь прошла отечественная торговля, с какими трудностями пришлось столкнуться ее работниками, то проделана действительно колоссальная работа. Это и разруха начала 20-30-х годов, это и военные лихолетия, послевоенные годы, годы тотального дефицита. Очень много было действительно трудностей, и, наверное, то, что было 100 лет назад, мы узнаем только по архивным документам, по письмам очевидцев тех времен, то прогресс за последние 30-40 лет, он был перед нашими глазами. И действительно, наверное, это годы наиболее динамичного и быстрого развития. Наша торговля прошла путь от маленьких невзрачных магазинов до современных торговых центров, от полок с банками с лично-зелеными помидорами до действительно большого ассортимента экзотических овощей и фруктов, от необходимости постоянного нахождения в очередях до доставки на дом и интернет-торговли. Действительно, лицо поменялось. И это не только и не столько благодаря новым технологиям, которые пришли в нашу жизнь, а благодаря людям, которые готовы эти технологии внедрять, которые готовы развиваться, которые готовы всегда работать над повышением качества, для того, чтобы удовлетворить все более и более возрастающие запросы наших граждан и своих клиентов. До профессийного свята на церемонии у Знагороды отримали больше за 200 человек. Готопродавцы, кассиры, официанты, повары, бармены, мостаки, оформители, кухонные рабочие, хрущики, администраторы и загадчики. Сред у Знагородженных 35 юбилейным медалем 100 год органам гандлю Беларуси и 5 знакам выдатник гандлю. Означили и тех, кто заставался верным профессии долгие 10 годы. Ветеранам Галины, которые также присутствовали на святе. Уручили к ветке и выказали слово удяшности за шматгодовую и добросумленную працу. У нас огромнейший опыт. У нас огромнейший опыт ни одного поколения. 100 лет – это немало, это очень много. Это копилка ошибок и побед. Это копилка профессионализма. И мы на сегодняшний день на уверенном фундаменте все делаем для того, чтобы процветать, приумножать и созидательным трудом привлекать внимание. Конечно, не всегда просто. Время, обстоятельства бросают свои вызовы. И отрасли нужно очень динамично реагировать на все обстоятельства. Не допустить искусственного дефицита, предложить покупателю востребованный товар. Особенностью этих лет стало развитие фирменной торговой сети предприятий-производителей. Это как лакмусовая палочка, которая дает очень быструю связь между потребителем и производителем о востребованности, достаточности, необходимости совершенствования производимой продукции. В этом году учреждена указом президента медаль «Столетие образования органов торговли». В Гродненском регионе представлено к награде 35 человек. Это люди, которые не один год, даже не одно десятилетие работают в своей сфере. Среди награждаемых есть и ветераны, которые всю свою жизнь посвятили отрасли. И по сегодняшний день остаются активными участниками, входя в состав Советов ветеранов, передавая свой опыт подрастающему поколению. В торговле я работал почти 50 лет. Встречался с очень многими людьми, с очень многими коллективами. Коллективы были и малочисленные, и многочисленные. Поэтому самое главное, конечно, в торговле это профессионал. Это надо владеть, значит, и культурой торговли, и иметь соответствующее образование, как преподнести товар, значит, как общеобразовательное развитие, так и внешний вид. Все это должно быть красиво, профессионально и выгодно для покупателя. На передатне 100-годового юбилея у Республицы ладзится широк мероприемства у присвеченной истории утворения белорусского гандлю, демонстрации наибольшь значных досягнений, а так само работникам, которые унесли важкий уклад у развития галины. 26 липня у Великой Зале Палаца Республики пройдет республиканское урочистое мероприемство с нагодой Дня работника у гандлю, на кое запрошены и представники Адгрозюшини.